Могут ли власти обеспечить продовольственную безопасность? Этот вопрос был главным на брифинге в СЦК. Продовольственная независимость – это способность государства производить достаточное количество продуктов питания для населения, чтобы люди нормально ели, причем свое, а не привозное. А мы тратим на импорт миллиарды долларов, поэтому продукты дорожают. Почему Казахстан, имея огромные аграрные ресурсы, покупает столько продовольствия? По словам агроэкспертов, Казахстан находится в опасной зависимости от импорта продуктов питания. А это ни много ни мало самая настоящая угроза национальной безопасности. По словам агроэкспертов, в стране достаточно сырья для производства круп, муки, достаточно поголовья сельхозживотных для обеспечения населения мясными и молочными продуктами. А вот товаров более глубокой переработки, таких как сыр, творог, колбаса, консервы, мясные продукты и сахар в Казахстане изготавливается недостаточно. Дефицит собственного производства компенсируется импортом. Кроме того, у нас в силу климатических условий не растут отдельные виды овощей и фруктов. В этой части соблюдается также импорт. Также есть определенный вид зависимости поставок из-за рубежа по переработке отдельных видов сельхозпродукции. Какое же место занимает Казахстан в рейтинге по уровню продовольственной безопасности? Оказывается, Казахстан заметно уступает России и Белоруссии. В рейтинге стран мира Казахстан расположился только на 41 месте среди 113 стран. Но жителей больше всего беспокоит подорожание продуктов. Они ограничили еще запрет на экспорт риса в другие страны, кроме ЕС. В случае внешних факторов у нас Россия рядом, я думаю, мы можем быть обеспечены. По другим продуктам, чтобы будут цены расти, грандиозно расти, я так сказать не могу. Ну а так, всегда рынок играет сам. Мы в государстве не вмешиваются, мы не можем вмешиваться в деятельность фермера и заставить его продать дешевле. Потому что фермер, если цена идет, он всегда продает дороже. По словам агроэкспертов, Казахстан был и остается большой аграрной страной. Правда, за последние 30 лет независимости мы увлеклись другими направлениями экономики. Подсели на углеводородную иглу, отдали несметные богатства наших недр со всей выставленной за десятилетия инфраструктурой в руки дельцов за бесценок. За эти годы, полагают экономисты, кучка этих самых дельцов вошла в список Форбс, а народ остался ни с чем у разбитого корыта. Большинство процветающих сел пришли в упадок. Сельские жители из-за безработицы и отсутствия перспектив ринулись в большие города. Тем не менее, по словам агроэкспертов, наша страна способна прокормить 200 миллионов человек. Для этого только нужно понять, что вложения в агропром обернутся значительной выгодой. Доходы от продажи углеводородов нужно направить на развитие сельского хозяйства. У нас под боком такой необъятный рынок, как Китай. С другого бока – многомиллионная Россия. Чуть дальше располагается еще один необъятный рынок Индии с населением свыше полутора миллиардов человек. Бауржан Шейхмед Ахмедяр Ильясов, столичное бюро ТДК-42.